Всем привет! С вами Пойзон. Сегодня 24 января. Погода после недельных морозов налаживается. Вот немножечко снега лежит, но практически уже везде все растаяло. Пора вылезать из берлоги и заниматься активностями. Сегодня у нас в программе покатушки на вот таких вот квадрачах. Все, я почти готов к выезду. Одели шлем, одели форму, сели за квадроцикл, объяснили правила безопасности, команды. Сейчас будем рулить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Только что откатался на квадроциклах. Все было нереально круто. Этот клуб где-то открылся 3 недели назад. Поэтому все квадроциклы новенькие. Вот экипировка, которая одевается сверху, тоже новенькая. Все чисто, все опрятно. Маршруты интересные по лесам. Трасса была прикольная. Была заснеженная. Немножко заснеженная. Ну, половина заснеженная, половина во льду. И иногда она вот этих набухарках и на неровностях иногда заносила. На дороге было много луж. И, если честно, я думал, что вся вода будет лететь буквально мне в лицо. Но, как оказалось, квадроцикл немножечко защищает от воды. И поэтому, в принципе, вода просто вылетает там влево-вправо. И практически не попадает там на тело. Единственное, в чем фишка, вода попадает на обувь. Вот что у меня произошло с моими ботинками. В следующий раз просто нужно брать бахилы. Квадроциклы все новые, мощные, большие. Мощность 120 кубов. Плюс там есть еще рычаг переключения скорости. Там повышенные обороты, пониженные обороты. Нейтральная скорость и задняя передача. Поворотники даже есть. Сигналка, свет. Короче, наворотов очень много. Вот. Квадроциклы мне понравились. Очень классно. Чувствуется все хорошо. Вся динамика чувствуется. Вначале было немножечко тяжело понять физику квадроцикла. Но где-то через 30 минут я уже стал понимать, как рулить, куда рулить, как нажимать на газ. Пипец. Сейчас иду от этих квадроциклов. Частный сектор. Блин, посмотрите, какие дороги в Украине. Вообще жесть. Где-то в середине маршрута мы выехали на такую панорамную точку, откуда была видна трасса для диртовых мотоциклов. Но туда мы не поехали, потому что там было немножечко стрёмно съезжать и обратно заезжать, потому что там хлина была. И после влаги она такая немножечко развяленная была, поэтому мы не рискнули туда поехать. Но панорамный вид на Харьков был достаточно крутым. И на подъезде к этому панорамному виду, к этой панорамной точке, там была такая лужа. И это вообще самая кайфовая лужа была в этом маршруте. Она такая здоровая. Там можно было разогнаться, короче, прямо в эту лужу закопаться. По времени всё длилось полтора часа. И я думал, что у меня устанут руки, потому что квадроцикл реально он такой дебелый, его нужно хорошо очень контролить, когда едешь, потому что дорога она неровная. Там вот эти вот какие-то рвы, понятно, какие-то там деревяшки лежат, какие-то наклоны там, бугры и так далее. Но на самом деле оказалось не всё так сложно. И я даже рулил одной рукой, а второй снимал на камеру себя. Единственное, что у меня устал немножечко правый палец, потому что правый палец отвечал за газ. Похода тоже порадовала. Не было ни холодно, ни жарко. Было самое оно. Короче, я реально рекомендую вообще тема. И, кстати, возле этого клуба находится стрелковый комплекс сафари. То есть можно покататься, потом пойти пострелять. Или наоборот. Так что можно двоих зайцев ушатать одной снайперской пулей. Короче, с вами был Пойзон. Что там сейчас принято у блогеров говорить? Там колокольчик ставим, подписываемся, да? Там репостим, ну и, короче, всякая херня.